Тем временем 10 тысяч казахстанских детей страдают ДЦП. Таковы данные статистики. Болезнь, хоть и неизлечима на 100%, но сегодня хирурги в силах улучшить качество жизни таких пациентов. Уже год отечественные специалисты успешно проводят операции по восстановлению опорно-двигательного аппарата у больных. В крупной клинике приглашаются первоклассные врачи из-за рубежа. И, как говорят специалисты, успехи в лечении есть. Надежда Полинка подробнее. На животе лежать, чтобы разгибания были. Доктор Санюка сделает последний обход маленьких пациентов. После нескольких проведенных операций в Казахстане он возвращается в Литву. Здесь хирург уже в третий раз. Он помогает этим детям облегчить жизнь с ДЦП. Мы делали операции для устранения контрактур суставов, чтобы эти больные могли встать или хорошо сидеть. Мы делали операции на тазобедренном суставе при вывихе, при этом, чтобы они могли жить без болей. И мы делали операции на конечных, когда они скручены. Результатами проведенных операций доктор доволен. Но это говорит только вершина айсберга. Впереди у пациентов длительная реабилитация. Мы очень рады, что нам попался такой случай. Вот возможность такая. Надеемся на то, что курс реабилитации пройдет успешно, что наш ребенок встанет на ноги. Именно с этой надеждой мы и живем. Приезд высококлассного специалиста организован фондом Желдезай. Благотворители говорят, здесь это уже восьмая операция литовского хирурга. Дети, обратившиеся в наш фонд, не выезжая за пределы Республики Казахстан, могут получить лечение, реабилитацию и оперативное вмешательство врачей зарубежных клиник. Реконструктивно-пластические операции на суставы в нашей стране начали делать всего год назад. Направлены они на снижение спастики, основного синдрома при ДЦП. И это именно тот случай, когда врачам приходится лечить не причину болезни, а лишь ее последствия. Надежда Полинка, Тимур Есиноманов, 7 News. Субтитры создавал DimaTorzok